Добрый день! Меня зовут Светлана Комиссарова. Я очень рада быть с вами вновь в студии видеоканала Духи РФ. Сегодня у нас с вами не совсем обычный сюжет, потому что тема его – это ароматы и кино. Взаимоотношения этих двух прекрасных вселенных – парфюмерии и кино – меня всегда очень интересовали, у меня на эту тему есть лекции. И сегодня это будет такая мини-лекция, что ли, в видеоформате. Не все желающие могут посетить мои очные лекции. Я очень рада сегодня предоставить вам возможность вот немножко ближе познакомиться с фильмами, в которых, как мне кажется, ароматы играют довольно важную роль. Вообще, прежде всего, нужно сказать, что кинематограф в большом долгу перед миром парфюмерии. Ну, навскидку, первый фильм, который приходит в голову, когда мы говорим «Ароматы и кино», все сразу думают, фильм «Парфюмер». Действительно, этот фильм Тома Тыквера по роману Зюзкинда, пожалуй, единственный, кто в формате вот такого настоящего, хорошего, большого кино говорит со зрителями о вообще мире парфюмерии. При том, что, сразу оговорюсь, фильм «Парфюмер» – это не фильм про парфюмерную индустрию, это даже не фильм про профессию парфюмера. Это, скорее, фильм о вечных ценностях, о добре и зле, о том, что такое талант, о том, что такое талант вне нравственности, вообще в широком смысле о добре и зле. Но, поскольку все это происходит на фоне прекрасного Грасса, на фоне бутика, сейчас мы так бы это назвали, ну, в общем, лавочки, в которой торгует тогдашний XVIII века парфюмер, то, естественно, многие реалии парфюмерии так называемого доиндустриального периода мы в этом фильме видим тоже. А еще что-нибудь, если мы постараемся вспомнить, ну, может быть, еще фильм «Дикарь» с Ивам Монтаном в главной роли французские, где главный герой – парфюмер, да. А больше-то, в общем, и ничего. Конечно, много есть фильмов, ну, немного, но достаточно есть фильмов, в которых так или иначе упоминание того или иного аромата обозначает нам историческую эпоху, дает нам представление о каких-то бытовых вещах, которые отражены в фильме. Ну, достаточно хрестоматийный пример привести, да, ну, там, ирония судьбы. Аромат, который Ипполит дарит Наде, про который она так трогательно говорит. Боже, да это же настоящие французские духи. И мы сразу с вами понимаем, что в 70-е годы любой французский аромат, независимо от того, какой он конкретно, это мы с вами знаем, что там в коробке у нее клема, мы просто знаем, как они выглядели. Вот, а для тогдашних, в общем, обитателей прекрасной территории Советского Союза любой аромат, если он сделан во Франции, он уже имел ценность, и никто особенно не разбирался, какой конкретный этот аромат. Реалия жизненная, да, жизненная реалия. Был такой еще советский фильм, который назывался, если я не ошибаюсь, «Не было бы счастья». Там еще занят Андрей Мехков, Михаил Светин. Вот, там есть такая сцена, когда целая компания незнакомых между собой людей застревает в лифте. И, в числе прочего, они задолго это время застревания обсуждают разные вещи, в том числе и ароматы. Оказывается, что пара, одна из этих людей, там муж и жена, везут в гости подарок, и подарок этот не что иное, как Фиджи. И само по себе упоминание этого аромата уже нам многое говорит о статусе этих героев, о том, что у них были возможности купить эти духи, о том, что они понимали, что это хорошо. И вот именно их и везли в гости. Кроме того, я припоминаю, если брать кинематограф, не наш, не отечественный, а западный, я припоминаю фильм Джорджа Кьюкера «Ле Герлс», в котором есть потрясающая сцена, когда одна из героинь, а героиня там девушки-танцовщицы, которые танцуют в кардебалете, англичанка, американка и француженка, которые встречаются в Париже, которые танцуют в кардебалете, и у каждой из них свой, естественно, характер. И вот характер одной из героиней, именно француженки, подчеркивается тем, что когда она начинает разбирать свой чемодан, самое главное, что там есть в этом чемодане, это много-много огромных флаконов духов. Девушки спрашивают у нее, а что, ты какое-то имеешь отношение к парфюмерии? А она говорит, да нет, это просто моя слабость, я всегда покупаю духи. И мы тоже уже составляем какое-то представление об этой героине. Но сегодня я бы хотела вас познакомить с фильмами несколько иными, с фильмами, в которых ароматом отведена роль чуть ли не основных действующих лиц. Либо коллизия вокруг них разворачивается настолько важная, что именно упоминание ароматов, именно вот эти сцены просто врезаются в память на самом деле. И первым из таких фильмов я хочу назвать произведение все того же Джорджа Кьюкера 1939 года, представляете, еще довоенное время. И фильм этот называется «Женщины». Фильм «Женщины» интересен нам тем, что основная интрига его разворачивается как раз-таки вокруг аромата. Скажу прямо, аромат этот абстрактный. В смысле исторического, исторически он не присутствовал, и он там называется «Летний дождь». Вообще фильм «Женщины» очень интересен многими вещами. Ну, это 1939 год, соответственно, это черно-белый фильм. Две потрясающих героини. Диалог и борьба между ними, собственно, весь фильм продолжается. Одну играет Джоан Кроуфорд, другую играет Норма Ширер. Они соперницы. Фильм интересен тем, что в нем много-много-много-много героев, а вернее героинь, и все они женщины. И на экране ни одного мужчины не появляется за весь фильм. Главная пружина всего действия – это интрига, сплетня. Сплетня. Вот. И сплетня – это начинается, как это ни удивительно, как раз-таки с аромата. Повторюсь, он там называется «Летний дождь». И вот для того, чтобы с вами сегодня немножко об этом фильме поговорить, по крайней мере, спровоцировать вас на то, чтобы вы его посмотрели, потому что он того стоит, честное слово, если вы его еще не видели, непременно посмотрите, но еще и связать его с темой парфюмерии. Так вот, этот «Летний дождь», я подумала, в исторической правде, в правде жизни, какой бы это мог быть аромат? Там говорят много о «Летнем дожде». Героиня Джоан Крофорд его как раз и продает своим клиенткам. И это новинка. Соответственно, это должен быть аромат где-то 30-х годов. Фильм снимался в 1939-м, вышел в 1939-м. Дело происходит в Америке. И об аромате этом говорят как в общем, не как о французском аромате. То есть мы можем сделать вывод, что это аромат американский. Мы знаем, что лучшие времена американской высокой парфюмерии, конечно же, наступили в послевоенные годы, а это еще до военной времени, 1939-й год. Я вспомнила вот об этой композиции, которая была сделана, кстати, разночтение есть, то ли в 1934-м, то ли в 1936-м году, маркой американской, которая называется «Элизабет Арден», а сам аромат называется «Блю Грасс». Ну, если буквальный перевод делать, то это, в общем, голубая трава. И пересечений у конкретно вот этого аромата, представляете, до сего времени с 30-х годов, он все еще есть в линейке «Элизабет Арден», несмотря на там всякие перипетии этой марки и на ее непростую судьбу. Он все еще есть, все еще доступен. И сейчас, так же, как тогда в 30-е годы, мы можем сказать, что прежде всего это, конечно, аромат чистоты и здоровья. Имиджево он связан с образами лошадей, с ранчо, потому что в тот период, когда марка «Элизабет Арден» выпустила этот аромат, она была очень увлечена, сама создательница была очень увлечена темой таких оздоровительных пансионатов, что ли, которые, первая из которых на ее собственном ранчо была организована, и она была большой любительницей лошадей, и поэтому вот эта тема природы, лошадей, как такого олицетворения, свободы природной, голубой травы, не знаю, что имелось в виду под голубой травой, но, во всяком случае, природа точно, все это увязано вот в этом аромате, и все это связывает нас и с фильмом «Женщины» тоже, потому что там по сюжету есть ранчо, которое называется «Рино», и это ранчо, естественно, за городом, где-то в сельской местности, знаменито тем, что туда приезжают женщины, когда они находятся в растрепанных чувствах, потому что на пороге находятся разводы со своими мужьями, в том числе вот и наша героиня, героиня Норма Ширер туда едет, там много всего происходит смешного, вот, и все это сопровождается разговорами о том самом аромате «Летний дождь», прообразом которого, как мне кажется, является «Блю Грасс». Конечно, я бы хотела, чтобы вы познакомились и с самим ароматом тоже, если вы с ним не знакомы, возможно, кому-то из вас покажется, что по теперешним нашим взглядам, по теперешним нашим вкусам он слишком гигиенический, этот аромат, знаете, такой аромат, на который похожи многие отдушки стиральных порошков, зубной пасты, освежителей и так далее, но не будем забывать, когда он был сделан, и не будем забывать также, что ценность чистоты, как таковой, аромата чистоты, она никуда не ушла, и мы знаем с вами много марок, которые сейчас на эту тему, на тему свежей воды, свежего ветра, чистоты, свежепостиранных просвеней и так далее, очень много упражняются. Вот мы можем сказать, что Элизабет Орден с ее ароматом блюграсс была в этом смысле пионером. Я не знаю автора композиции, нигде не встречала упоминания о том, какой конкретно парфюмер делал, но однозначно, что это Элизабет Орден, и однозначно, что это 30-е годы, и для меня этот аромат накрепко связан теперь с образом фильма «Женщины» 39-го года, который я вам всячески рекомендую посмотреть. Продолжение разговора о кино и ароматах связано с вот этим великим произведением парфюмерного искусства. Вы, конечно, его наверняка узнали. Это аромат «Ле Риган» великого Франсуа Коти. Аромат 1905 года, один из первых ароматов Коти, который, по сути, сделал его по-настоящему знаменитым. Первым был «Ля Рос Жак Мино», его тоже в общем специалисты знают, но «Ле Риган» – это аромат, который по-настоящему знаменитым сделал Франсуа Коти. И это аромат, который много раз копировался и, говорят, даже в советские времена выпускался в советской России аромат, который назывался так в одно слово «Ле Риган», если по-французски это «Ле Риган», «Орегана» на самом деле, «душица», «трава». Вот, то у нас это было название «Ле Риган» в одно слово, и, в общем, во многом, говорят, он был инспирирован как раз-таки «Ле Риган Коти». Кроме того, все, кто хорошо знают этот аромат, эта цветочная композиция, наверняка замечали некоторые его, то есть не некоторые, а довольно серьезное его сходство со знаменитым нашим ароматом «Красная Москва». Действительно, у них внутренняя какая-то схема, сама концепция аромата очень схожи, но, вы знаете, «Ле Риган» это, конечно, великое произведение. У меня, это из моей коллекции аромат, у меня он вот в этом варианте уже американский, удешевленный вариант. Это, конечно, не французских времен марки Коти аромат, безусловно, вот, потому что, ну, с 1905 года, может быть, где-то и сохранились какие-то экземпляры, но, во-первых, с огромными утратами, во-вторых, за очень неприятные деньги, я вас уверяю, вот. Но вот американский этот вариант, который многие критикуют как очень упрощенный, у меня вызывает абсолютнейший восторг, потому что он божественно прекрасен. Он, как и все ароматы Коти, внутри себя, как бы, довольно считается довольно простым, но при этом глубины ему не занимать, и вообще он всячески прекрасен. Но, если ближе к сегодняшней нашей теме, как это ни удивительно, но вот в моей личной фильмографии этот аромат накрепко, ассоциативно связан с фильмом, советским фильмом 61-го года, который снял режиссер Леонид Луков, и фильм этот называется «Две жизни». Я очень сомневаюсь, что кто-то из вас его видел. Фильм довольно длинный, он, по-моему, почти три часа идет. Вот, и это фильм, в котором режиссер ухитрился собрать, ну, просто созвездия роскошных, потрясающих наших великих актеров, которые там еще достаточно молоды. Это и Вячеслав Тихонов, это и Николай Рыбников, это Лев Светин, это Ольга Жизнева, это Алла Ларионова, это Станислав Чекан. То есть вот просто вот от звезд рябит в глазах на самом деле. По сюжету фильм очень-очень идеологизированный, такая, в общем, я даже где-то его называю такой просоветской агиткой. Ну, слушайте, 61-й год, хотя вот мы привыкли, что 60-е годы – это оттепель, это идеи свободы, но это, не забываем, самое начало 60-х. И, в общем, фильм посвящен революционным событиям. Непосредственно они развиваются во времена февральской революции 1917 года. Вот основные события происходят между февральской и октябрьской революцией. Вот. И та сцена, в которой потрясающе проявил себя аромат Ле Риган, она происходит в совершенно конкретный день. она происходит в тот день, в феврале 1917 года, когда Николай II отрекается от престола. Просто там об этом говорят, и поэтому совершенно очевидно, что это именно этот день. И вот, вы знаете, много есть у меня претензий к этому фильму в художественном смысле, именно к сценарию, хотя хороший сценарист там, да и режиссер, в общем, совсем неплохой и хорошие актеры. Но вот определенная фальшь, которая сейчас особенно нам видна с высоты нашего знания нынешнего об истории, обо всех событиях, с высоты наших представлений. Но именно в тот момент, когда в кадре появляется Ле Риган, наступает момент истины. Я не знаю, была ли это задумка режиссера, была ли это такая фига в кармане, которую он держал в противовес всей идеологической направленности всего фильма. Либо это получилось случайно, и художественная правда вот так сработала. Но объясню, сцена в петербургском доме, богатом, куда волею судеб попадает революционный солдат, которого играет Николай Рыбников, и сцена такого морального противостояния героя Вячеслава Тихонова и героя Николая Рыбникова, потому что они абсолютные противники. Один такой блестящий офицер-князь, другой, повторюсь, революционный солдат. И видны в ходе разговора, видны вот эти настроения, за столом все сидят, и понятно, что это люди никак и ничем между собою не связаны, что бог знает, что происходит с историей страны. и один из сидящих за столом, а собственно хозяин дома, которого играет Лев Свердлин, думает, чем бы ему вовлечь революционного солдата в круг их разговора, как бы мостик перекинуть какой-то. И представление интеллигенции тогдашней о революционных солдатах совершенно определенно, и думают, что революционному солдату надо предложить выпить, конечно же. А что в этом доме могли предложить ему выпить? Ну, не шампанское же, спирт, как они предполагают, но, конечно, в этом доме спирта нет. И вдруг хозяин дома в таком порыве говорит, но у нас же есть французские духи, у тебя же, обращается он к жене, которую играет Ольга Жизнева, есть там лориган кати, и, представляете, выносят вот этот флакон, его варварски наливают в рюмку, и предлагают солдату выпить. Ну, к его чести, надо сказать, что он в результате не выпил, хотя и дождался, пока все вылили. Естественно, с хозяйкой дома сердечный приступ в реальности происходит, потому что она понимает, что вот этот драгоценный флакон сейчас, в общем, будет так варварски использован. и вот вы знаете, эта сцена крайне нелепая по своей сути, в ней, в этой сцене, как будто бы, как в маленьком зеркальце, вдруг отражается вся нелепость вообще вот всей ситуации, мы вдруг вот через эту абсолютно такую бытовую сцену, гротескную, мы вдруг понимаем весь ужас происходящего, мы-то с вами уже знаем все, что будет потом, мы понимаем безысходность этого противостояния героев и как бы предвосхищаем все, все, что произойдет и понимаем, что в общем все плохо на самом деле, плохо до такой степени, что выхода нет. И все это всего лишь за счет столкновения в кадре вот этого вот мира и воздуха начавшейся революции и аромата в прямом и переносном смысле Ле Риган вот этого кусочка мы помним 1905 год Белепок то есть вот этого кусочка Белепок кусочка совсем другой жизни иного бытования наших героев вот в этом столкновении вот и рождается вы знаете то, что называется художественной правдой. Вот как неудивительно где Ле Риган Коти и где фильм Две жизни 61 года в Советском Союзе, да, а вот так сошлось и очень многое очень о многом заставляет нас эта сцена задуматься так что призываю вас фильм посмотреть оценить свои впечатления сравнить их с моими впечатлениями от этой сцены и от появления прекраснейшего Ле Риган в кадре вот я считаю что вот именно в такие моменты когда за дело берутся талантливые режиссеры какая бы там сверхзадача у них не стояла но проявляется именно то что мы и называем художественной правдой и так Ле Риган Коти в фильме две жизни о продолжении разговора переносит нас из 60-х годов или из 17-го года как вам будет угодно переносит нас в год 1988 когда был снят фильм который в нашем прокате назывался деловая женщина вообще-то если переводить название поточнее это скорее должна была быть работающая девушка но у нас его перевели как деловая женщина ну что в общем по смыслу довольно близко это фильм в котором главную роль две главных героини там одну играет Мелани Гриффит а другую Сигурни Уивер и вот есть конфликт есть противостояние этих двух героинь одна героиня Мелани Гриффит это секретарша в Нью-Йорке в хорошей компании секретарша а другая такой в общем уже Сигурни Уивер играет такую по-настоящему деловую женщину достигшую уже определенных высот в бизнесе и эти две героини особенно в первых сценах фильма просто различаются как стихи про залет и пламень потому что Сигурни Уивер которая потрясающе одета которая скорее несмотря на то что это 80-е годы это скорее такая женщина Армани вот а героиня Мелани Гриффит это секретарша которая приезжает на работу на Манхэттен на пароме и пока едет на пароме она в кроссовках потом только она переодевается в черные лодочки при этом у нее чудовищная прическа чудовищный макияж чудовищная бижутерия все вот такие вот тип в худшем смысле этого слова 80-е годы вообще этот фильм помимо того что он и мы сейчас об этом поговорим связывает тему в каком-то смысле парфюмерии и кино это фильм еще и о моде 80-х тоже так что с этой точки зрения он тоже довольно интересен потому что мы по крайней мере сразу же видим что 80-е годы с одной стороны соответствуют нашим стереотипным представлениям о вот ужасном стиле кричащем таком а с другой стороны в 80-е годы были женщины была одежда которые более чем изысканные и это на героине Сигурни Уэвер явно видно и вот в течение фильма естественно я сюжет вам не буду рассказывать зачем вы же будете его смотреть вероятно а многие наверняка и видели потому что он довольно широко шел в нашем прокате и по телевидению он шел тоже но на протяжении фильма происходит трансформация героини Мелани Гриффит которая в какой-то момент становится совсем иной с точки зрения внешности а внутренне она с самого начала мы понимаем что в общем она достаточно умная талантливая что она может сделать карьеру в бизнесе и для этого необходимо только какое-то стечение обстоятельств и вот это стечение обстоятельств происходит но причем здесь Шелемар скажете вы а при том что в тот момент когда героиня Мелани Гриффит вплотную сталкивается с образом женщины на которую ей внешне очень хочется быть похожей с образом женщины которой она хочет стать то одним из таких основополагающих моментов имиджа у этой женщины как раз таки является аромат который называется Шелемар там он называется конкретно так что это не какая-то абстракция и мы понимаем что аромат Шелемар как для одной героини так и для другой это олицетворение роскоши статуса причастности к чему-то достаточно дорогому то есть Шелемар который Мелани Гриффит ее героиня видит дома у ее шефа он вот олицетворяет всю ту прекрасную жизнь которую героиня хочет достичь и мы-то с вами знаем что Шелемар это ну во-первых это аромат марки Герлен во-вторых это аромат созданный Жаком Герленом задолго до того как был снят этот фильм в 25 году как мы знаем еще мы знаем что Шелемар это в нынешних условиях золотой стандарт восточного семейства считается идеальным восточным ароматом он кроме того вплоть до 90-х годов я не очень знаю как сейчас но вплоть до 90-х годов статистически именно Шелемар был самым продаваемым ароматом марки Герленом при этом никто не сомневается в его роскошности и там лишний раз нам дается напоминание этого и кроме того мы понимаем что имидж репутация этого аромата настолько хороши и настолько устойчивы что однозначно он является олицетворением жизненного успеха естественно мы говорим о Шелемар в его оригинальном исполнении может быть кто-то из вас знает что вот этот флакон который сейчас немножко видоизменен но полностью контуры сохранил когда-то Раймоном Герленом был нарисован одним из представителей семьи Герлен в которой вопреки стереотипу на самом-то деле семья-то очень большая но вообще-то парфюмеров не так много за историю Герлен было всего 4 человека были по-настоящему носами один из них конечно же Жак Герлен самый великий из Герленов который и создал этот аромат который до сего времени не только является образцом очень хорошей парфюмерии очень качественной но еще и символом красивой успешной жизни и дальше 90-е годы совсем другой фильм но все та же марка Герлен аромат который здесь передо мной вы наверняка все узнали это аромат 96-го года который называется Шанс-Элизе Елисейские поля Шанс-Элизе создал Жан-Поль Герлен но надо заметить что у Жака Герлена была идея этого аромата тоже и во многом именно ею вдохновлялся Жан-Поль Герлен когда в конце 90-х делал этот аромат вообще марка Герлен географически так сказать всегда и идейно и географически всегда была связана с Шанс-Элизе с Елисейскими полями в Париже во-первых потому что когда-то в начале индустриального периода этой марки собственно завод Герленовский который тогда назывался Савонерий то есть производство мыла душистого он находился совсем недалеко от Елисейских полей он находился прямо у Триумфальной арки вот и самый известный бутик марки который был открыт в 1914 году при Жаке Герлене он находится тоже на Елисейских полях как мы знаем сейчас там и салон Герлен тоже вот поэтому в общем совершенно логично что один из ароматов марки носит это название а фильм с которым в моей личной фильмографии связан этот аромат это фильм который назывался у нас если я не ошибаюсь подарки к Рождеству в оригинале он называется рождественский лист рождественский лист то есть лист который заполняют американцы перед Рождеством лист подарков вот у нас он назывался подарки к Рождеству и снят он был в 1997 году то есть прямо через год после выхода аромата Шан-Зелизе что-то мне подсказывает что в этом фильме именно этот аромат появился не случайно с ним там связана довольно долгая сцена более того главная героиня которую играет Мими Роджерс такая актриса которая между прочим когда-то была женой Тома Круза еще до Николь Кидман вот так вот Мими Роджерс играет продавщицу в парфюмерном отделе большого универмага причем не просто продавщицу а продавщицу гения по сути в этом фильме культивируется такое заблуждение что существуют такие продавцы консультанты которые немножко вас расспросив могут выдать вам совершенно ваш идеальный аромат я честно говоря считаю что это заблуждение хотя многие наверное со мной не согласятся во всяком случае люди которые называют себя парфюмерными стилистами точно со мной не согласятся но я-то считаю что это в общем такой идеальный консультант а поскольку ничего идеального в мире не существует то таких консультантов тоже не существует но это в реальной жизни а в фильме такой консультант есть и вот там есть несколько сцен когда мы видим как она расспрашивает покупателей о том какое время суток они любят какую еду они любят какие они любят цветы и даже кого из Битлз они предпочитают и когда один из покупателей говорит что он предпочитает Пола Маккартни она говорит ну все понятно белые цветы глупые любовные песни значит вам нужен вот такой-то аромат да и еще одному главному герою мальчику который к ней однажды приходит для того чтобы подобрать духи которые как он говорит для мамы на самом деле мы знаем что это духи для того чтобы вспомнить маму потому что мама нет живых вот то она с третьего раза не с первого не за второго а с третьего раза дает ему послушать блотер на который он реагирует буквально такими словами да это она это моя мама и оказывается что это аромат шанс-элизе я думаю что в этом фильме очень плотно соединилось с одной стороны соединились реалии жизненные действительно только что вышедший аромат наделавший много шума с другой стороны мне кажется что это довольно талантливый продукт плейсмент потому что слишком много в кадре мелькает и постеров и флаконов непосредственно связанных с концерном ЛВМH вот из чего я могу сделать вывод что наверное имела место какая-то договоренность но как вот недавно мы обсуждали с одним специалистом по кино я с ней согласилась что сделано это довольно аккуратно и зритель воспринимает это все очень логично потому что ну действительно модный цветочный аромат задействован в фильме это же замечательно что мы с вами знаем про аромат Шанзелизе мы с вами знаем что это уже новые реалии марки Герлен конечно же и в частности вот это пластиковое плече всегда меня наводит на мысли о том что в общем Герлен очень далеко в 90-е годы очень далеко продвинулась уже по части доступности для потребителя своих композиций своих флаконов и так далее я знаю что у этого аромата очень-очень много поклонников это цветочная композиция в которой пожалуй наиболее активная такая нота наиболее узнаваемая нота это мимоза мимоза со всей вот этой ее зеленостью и нежностью вот честно говоря я считаю что Шан-Зелизе очень здорово отличается ну и композиционно и по звучанию от ароматов которые в свое время составили славу марки Герлен но в то же время я должна признать что аромат Шан-Зелизе очень хорошо характеризует и настроение и потребности аудитории именно вот в конце 90-х годов не будем забывать что сам аромат 96-го года а фильм в котором он так широко представлен со всех сторон 97-го года я бы не сказала что фильм Рождественский лист относится к какому-то такому знаете великому большому кино нет это в достаточной степени такая голливудская полусказка полуподделка но сделана довольно изящно и удовольствие вам наверняка доставит а если вы просмотр этого фильма отложите до предрождественского времени то это вообще будет очень органично но во всяком случае не забудьте все то что мы с вами сегодня обсуждали когда будете его смотреть и напоследок для нашего разговора об ароматах и кино я оставила тяжелую артиллерию тяжелую артиллерию во всех смыслах и в парфюмерном и в кинематографическом потому что если говорить о смысле парфюмерном то вы видите что передо мной свежее издание великого аромата марки корон который называется нарсис нуар черный нарцисс действительно совсем недавно его перевыпустили вот в этом вот флаконе который у корон называют обелиск но действительно он видите в форме обелиска сделан вот сейчас более или менее унифицировали они свои флаконы в моей коллекции есть этот аромат еще и в оформлении таком помните имитация кожи ската была у них одно время в качестве декора вот такие цилиндрики были вот но я решила вам сегодня вот в таком вот оформлении представить этот аромат прежде всего надо сказать что аромат нарсис нуар несмотря на свое цветочное название это аромат восточный вот это образец ароматов Белли Пок конца Белли Пок потому что это 1911 год сделал его понятное дело Эрнест Дальтров основатель марки Корон и этот аромат на сегодняшний день самый взрослый самый старый вообще в короновской линейке то есть более ранних ароматов несмотря на то что марка начала в парфюмерии работать ну где-то в 1904 1905 году но более ранних ароматов не сохранилось а вот нарсис нуар к большому счастью по-прежнему есть в линейке марки и этот аромат в истории кино связан сразу с двумя потрясающими произведениями я говорю я говорю о фильмах один из которых называется Sunset Boulevard а другой который так и называется нарсис нуар черный нарцисс вообще вот название нарсис нуар с одной стороны вроде бы цветочное название с другой стороны мы понимаем что черных нарциссов не существует вот оно для нас поднимает тему абстрактности вообще в парфюмерии мы с вами знаем что самые великие из композиции самые великие из ароматов всегда абстрактны и вот здесь вот этим вот названием несуществующего цветка Эрнездальт Рофф и Фелиция Ванпуй тоже подчеркнули абстрактность этого аромата который пахнет только самим собою и ничем больше как и положено великому аромату итак в 1947 году Майклом Пауэллом был снят фильм который так и называется Нарсис Нуар и фильм и роман по которому он снят вдохновлены непосредственно вот этой вот композицией то есть она не просто там упоминается она действительно послужила для авторов отправной точкой настолько произвела впечатление на них и главная сцена в которой в фильме упоминается Нарсис Нуар она тоже настолько впечатляющая что фактически почти что создает настроение всего фильма ну я далека от мысли пересказывать вам сюжет но какие-то положения чтобы вы поняли чем меня так поразила эта сцена мне конечно нужно озвучить речь идет о монахинях которые приезжают в Гималайи в заброшенный монастырь для того чтобы основать там монастырскую школу и вот эти монахини со всем их образом таких отшельниц женщины которые проповедуют отказ от мирских ценностей от мирских радостей вот они и своим видом и своими разговорами и своими действиями такой чудовищный контраст составляют тем людям которые живут в окрестностях этого Гималайского монастыря той природе буйной даже тем рисунком Камасутры которые там есть на стенах фрески на стенах этого полуразрушенного здания все это находится в таком жесточайшем конфликте и такое нагнетание идет вот этого конфликта и противостояния по ходу фильма что мы понимаем что неизбежно какая-то трагедия трагедия в конечном итоге и происходит но фильм этот 47-го года я повторюсь послевоенные годы первые при этом он цветной снят в цвете более того этот фильм долгое время кусочки из него использовались как такие рекламные ролики для демонстрации возможностей цветной кинопленки настолько выразительные там цвета а вы скажете а что же нарсис нуар так вот в одной из сцен когда мы видим представителя местного населения но очень богатого там героя называют молодой генерал там такое имя у него молодой генерал вот этот молодой генерал действительно совсем молодой человек весь усыпанный рубинами изумрудами ну представляете богатый богатый индус соответствующим образом задрапированный в шелка и вот весь в перстнях и в брошах и в колье в таких потрясающих причем все это так по-индийски ярко при этом очень красиво он приходит в монастырь для того чтобы поучиться вместе с маленькими детьми потому что несмотря на все его богатство несмотря на то что он был в Лондоне его папа отправлял туда учиться он в общем понимает что в науках он не превзошел совсем и нужно бы ему поучиться и он к монахиням приходит учиться и в одной из сцен в ходе занятий которые видимо его здорово утомили он достает из-за пазухи шелковый платок и утирают лоб монахиня которая ведет занятия поднимает глаза и мы видим мы понимаем что от этого платка исходит потрясающий одуряющий аромат это понимает и молодой генерал который желая объяснить и видя вопрос в глазах монахини говорит это черный нарцисс я купил эти духи в магазине в Лондоне и на что монахиня ему отвечает я не пользуюсь духами а он наивно и совершенно чистосердечно говорит вы считаете это нормально не пользоваться духами и вы знаете вот в этой сцене тоже вроде бы очень бытовой вот это вот столкновение двух миров которые никогда друг друга не поймут оно прямо вот перед нашими глазами предстает мы прямо осязаем его и мы понимаем что вот время когда снимался фильм это все еще время славы нарцисс нуар что о нем знают не только герои фильма но и те кто его создавали что репутация его тоже непоколебима абсолютно при том что создан он повторимся в 1911 году и что это в общем казалось бы аромат другого времени но мы это с вами знаем да что в истории все так сложилось что ароматы которые когда-то делались правда очень талантливыми парфюмерами на злобу дня оказались в результате сделанными для вечности вот и несомненно нарцисс нуар это как раз из тех самых ароматов ну а еще один фильм чуть более поздний почти ровесник черного нарцисса это фильм сансет бульвар который снял знаменитый билли уальдер и снял он его в 1950 году фильм сансет бульвар выдвигался на оскар и даже три оскара взял кроме того у него были золотые глобусы глория свэнсон там главные роли но к сожалению фильм не взял ни одной оскара ни в одной из по-настоящему важных номинаций вообще сансет бульвар при всей его гениальности он входит в число 100 лучших фильмов всех времен и народов на самом деле его называют главным оскаровским неудачником часто почему потому что случилось так что он выдвигался на премию на американской киноакадемии в один год и шел параллельно с другим фильмом который назывался все о Еве и вот как раз таки фильм все о Еве взял в тот год в 1951 году практически все главные номинации и сансет бульвар досталось три номинации но в общем не очень важные вот фильм восхитителен снят в стилистике нуара и он черно-белый при том что ровесник черного нарцисса даже чуть позже снимался но он черно-белый но это так нужно главная героиня это вообще-то звезда немого кино которая ко времени создания фильма понятно что не удел потому что звуковое кино уже вовсю развивается и она живет абсолютно прошлом своими химерами и одним из штрихов который очень хорошо характеризует эту роскошную женщину но которая знаете балансирует уже на грани здравого смысла и безумия одним из штрихов является то что она использует нарцисс нуар нарцисс нуар стоит у нее на туалетном столике и является собой один из элементов и декора вот такого потрясающего ее поместья в котором она фактически живет отшельницей и в который волею судеб попадает главный герой ну и дальше развивается вся интрига фильма которая в общем очень интересна и фильм этот по-настоящему классика классика мирового кинематографа вот нам в нашем сегодняшнем разговоре он важен тем что там упоминается и фактически я не шучу одним из действующих лиц является аромат нарцисс нуар но он этот фильм ценен и многими иными вещами и я очень рекомендую вам его посмотреть вот так сложилось что у нарцисс нуар хотя бы в связи с вот этими двумя фильмами о которых я вам сейчас рассказала репутацию самого кинематографичного из классических ароматов мировой парфюмерии действительно задействован причем так серьезно задействован в двух фильмах оба фильма великие не так часто такое случается хорошее а временами гениальные фильмы хорошие а временами и гениальные ароматы это вот был предмет нашего сегодняшнего разговора надеюсь что вы узнали что-то новое надеюсь что я спровоцировала вас на просмотр кино и мое пожелание конечно это смотрите хорошее кино и пользуйтесь хорошими ароматами а я на этом с вами прощаюсь до новых встреч мировой парфюмерии